Так друзья, вторая серия. Я обвинен в том, что у меня не качественные черенки, какие-то они вялые. Но время прошло, может месяц он же успел получить, привить, увидеть что ни черта у него не получилось у этого товарища. Вот. А это мой рабочий стол, то есть это и кухонный стол, ну квартира у меня малогабаритная, скромная, на большую я еще не заработал, поэтому я сейчас покажу вам то, что имею. Вот это один из холодильников. Вот. Начну издаля. Это все, что вы мне не купили, это уникальные вещи. Только скажите, что это не уникальные вещи, глядя на лучшие в Сибири. Вишни, вон они, целая банка, видели? Вот, абрикосы, видели? Черешня ценнейшая. Вот. Все тут есть. Было. Но многое осталось. Дальше копать не будем. И вот, значит, посмотрев на все это, в втором холодильнике у меня хранятся черешни. Итак, я сейчас, глядя на небо, вон туда, еще раз клянусь, я потом постараюсь обосновать свои многочисленные клятвы. То, что часто я занимаюсь, оно за пределами разума. Отсюда недоверие. Все было. Железный вред, как силы мерен. А я все это проглатываю. Проглатываю вместе вот с этими таблетками. Вон они, видите? Ускотом я их. Это все тоже деньги, кстати, стоят. Вот. Все это уходит в стоимость тех же самых черенков. Итак, я клянусь Богом, что я две недели не открывал этого холодильника с целью пощупать хотя бы один черенок. Две недели. На самом деле больше, но чтоб не наврать, скажу две недели. Я не взял отсюда ни одного стенка, даже не посмотрел их состояние. Вот. А человек говорит, они у меня виловаты. Сейчас мы откроем и посмотрим. И здесь их много. И вам, надеюсь, будет интересно. Смотрим? Вот. Смотреть придется долго и упорно. Итак. Да, кстати, все равно они пойдут на выброс. На выброс. Самое обидное здесь увидеть не... О, академик. Самое обидное здесь увидеть не... Как он говорит, виловатые черенки или высохшие? У нас понятия виловатые не бывает. А вот понятия высохшие уже все падает. А подсохшие когда-то были, пока я учился. Вот. Приндорфер. Видите? Вот. Давайте посмотрим, какая здесь температура. Ладно. Небрежно вытаскиваю. Все равно это все пойдет на выброс. Примерзлок стенки. Так. Где тут этот? А, ну, у меня в другом. А, нет. Какой градусник. Поехали. 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 Ноль. Три градуса. Видели? А же ничего нет. Так бы, чтобы вам видно было. Три градуса плюс. Ну-ка, или минус. Ё-ой. Три градуса минус. И теперь мы смотрим. Внимание. Но это не все еще расскажу. Итак, персики. Подношу к цвету. Это ценнейшая вещь. Я их продавал по 300 рублей. А потом цену скинул до 100 рублей. Вот. Это когда... Ну, чтобы вас не разорить. Я так подумал. Бутылка пива и вот этот черенок. Уникальнейшая вещь на свете. Они должны стоить 100 долларов. Это желательно. Вот. Но, тем не менее, они стоят 100 рублей. И вот сейчас. Сегодня 25. Это уже все. Я уже ввожу выбрасывать. Нет. После этого фирма я два дня подожду. Вот. Доказывают же люди, что это... В июне можно поливать. Проверяйте. Я знаю, что можно. Только качество чуть похуже. Ну, что, поглядели? И так, и так. Идем дальше. Вот. Я ничего не готовил. Еще раз. Я еще раз клянусь Богом. Почему? Я потом скажу не для протокола. Почему у меня особое отношение с Богом. Но это позже. Почему меня ругают мои друзья. Как их назвать? Эти самые священнослужители, что я клянусь. А я все равно клянусь. Хотя меня за это ругают. Так. А что у нас, ребята, в рюкзаках? Так. Посмотрим. Это у нас. Это у нас. У меня на шее висит. Уже как висит, так висит. Ага. Ника-2. Уникальнейшая вещь. Уникальнейшая. Давайте посмотрим. Подсохли ли. Вот. Нет? Видели? Простулись ли. Вот здесь вот, в этом месте. Вот так устроен холодильник. Минус 3. Вот с другого боку плюс 3. Но, кстати, об этом вы уже должны знать. Знаете почему? Потому что даже это имеет значение. И одно из моих уроков. Холодильник. Холодильник у рознь. Раз. Это первое. И второе. Вот. Это я следующее разворачиваю. Черный абрикос. Мечта. Как пока их не было. Но когда они вдруг оказались у меня. Что-то их особо никто не собирается. Видели? Никто не собирается их покупать. Ну вот скажите. Проснулись, нет? Вот есть у меня недостатки. Вот следующий там будет такой. Я потом возьму такую веточку. Персика веточку. Веточки с остальных. Вот. С остальных сейчас и обратно. А вдруг купят еще несколько. Да нет, выброшу. Хватит. И так, повторите, оттеряю из-за таких воплев. Вот. Смотрим еще. Вот это вот самое обидное. Но это было нарезано, считайте, весной почти. Видите? Это. Ну, сразу говорю. Абсолютно здоровое. Уничтожить их невозможно. Отсюда тоже возьму веточку. И тоже воду поставлю. Прямо вот сюда. И что вы увидите? Неделя, две, три. И будем смотреть с вами на веточки. На как они будут сходить. Это контрольные условия. Ну что, дальше или хватит? С лево посмотрели, персик посмотрели. Давайте, вот тут особенно много. Это уникальная вещь. Судьбоносная вещь. Только никто не хочет испытывать судьбу. Это тоже венгерка. Мне интересно. Их не было много. Я резал запасом. Ну, как видите, никому не надо. Это абрикос Академик. Вот он красавец. Абрикос Академик. Он имеет особую окраску вот такого цвета. Смотрите. Так, Академик. Итак, скажите мне, что он мелатоний. Скажите мне, что он негодный. Итак, договорились. Впереди проверка. А пока, пока показать вам, сколько я выброшу. Внимание. Вот это все они. Вот это все они. Поняли, да? Вот это. Вот это я их там даже обратно прятать не буду. Сейчас в мешок. И вывезу. Вот это. Амур уникальная вещь. Даже амур у меня уникальный. Черный опять. Вот какой я богатый. И вот этот человек посмел сказать, что они негодные. Вот. Я в конце, когда успокоился. Что это за шорт? А! Королевский. Так. Королевский. Супер Манчжуриц. А вы знаете, какая это ценная вещь? Супер Манчжуриц. Это же Манчжуриц. Но он инфицирован в Королевском. И что получилось? Получилась жуткая вещь. Влоды весом до 40 грамм. Сладчайшая. Вот он и Манчжуриц. Вот он и дикарь. Вот. Нарядный. Ефимова. Видите. Так и остались нераспроданные семена. Интересно всходит? Нет? Ну. Я успокоиться не могу сейчас. Все равно выбрасывать. Давайте я сейчас посмотрю. Где-нибудь. Надо какой-нибудь тазик. А вот он. Тазик. Давайте посмотрим. Все-таки учебный фильм или не учебный. Неудобно, конечно, самому работать. Поговорили же мне на имя оператора. Ворчат, только деньги не хотят дать на наем. Советы дают. Смотрите. Видите? Уже взошел. Вот он. Уже взошел. А, тут ни в чертах не видно. Тут же темно. У меня еще левая рука тащится после сегодняшнего разговора. Вот. Ладно. Вот спят еще. Но все равно выбрасываю. Сколько их можно ждать, когда купят. Вот. А вот она же сухая. Видите? Вот она. У меня есть всегда урожай немеряное. Я заготавливаю с запасом, а потом продать не могу. Китайка красно-желтая. Сухие. Вот. Последнее застрифтированное. Юля хоть полсотни косточек, но высадила. Не пропадайте добро. Пусть будут хотя бы такие. Китайки, они тоже цену имеют. И цену, и ценность. Все. Закончили просмотр? Теперь так. Я еще... Фильм получился не очень длинный. Я сел еще несколько минут. Вот глядя на небо. Значит, когда-то, в 19 веке, это было. Мы, я считаю, это надо возродить, это дело. Я ведь не зря Бога два раза уже упомянул сегодня. Дело в том, что в юриспруденции было принято в практике, в юриспруденции было принято клясться на Библии. 19 век. Вот. Вы представляете, когда верующих было больше, намного больше, чем сейчас, какое-то имело значение. Вот сейчас другое время. Сейчас где-то кто-то клянется на Конституции, а кто-то врет безбожно прямо в здании суда. Из-за этого невиновный идет на каторгу, грубо говоря. А виновный остается на свободе и может еще кого-то убить. Уже свидетельство страшная вещь. И я сейчас считаю так. Мы должны бы вернуть эту практику. Вот четыре священные книги. Библия, рядом, значит, лежит Коран, рядом лежит священная книга мусульман, уже нету этих буддистов и этих самых, и, значит, иудейской веры. Так вот, человек может отказаться, поклясться, но это уже будет воспринято так. Так его свидетельство уже будет считаться подозрительным и скажется на судьбе. Вот отказался, боится. Врать боится, понимаете? Четыре Библии, четыре священные книги. Ни на одну руку не положил. Боится. А если положил и сказал, я клянусь Богом, что этот человек невиновен, я сам видел его в другом месте или что-то в этом роде. Вот. И может спасти чью-то жизнь. Надо это вернуть. Почему? Мы до сих пор в страхе. Мы до сих пор все-таки. Люди даже, убийцы, люди, которые даже тысячами людей убивают. И все равно где-то в душе боятся. И нет, нет, да в церковь свечка. Так вот. Это очень важно. Мы должны вернуть эту практику. Для себя я вернул как? У меня особая судьба. Я знаю, что загробно жизнь существует. Вот. Я уже перешагивал эту границу. Вот. Считайте, я там побывал. Мне проще. Я теперь могу почти все деньги отдавать больным, детям. Зная, что мимолетная жизнь каких-то 74 года прожил. Самая гадалка обещала 78. На всякий случай. Думаю, хорошо, еще 4 года. Но все равно уйду. Но это мимолетная жизнь. Впереди вечная жизнь. Но я хочу, чтобы как можно больше людей в это верило. Понимаете? Вот. Сказал, что это самое. Что вот это все. Что вы видите, вот они, черенки. Что они абсолютно здоровые. Значит, сказал. Вот. Вот он холодильник. Не заглядывал. Не готовился к сегодняшнему разговору. Готовился только умственно. Ну вот, сразу не сообразил. С этого же холодильника. А, еще и погреб. Погреб у меня есть. Чуть-чуть. Но я не наврал. Я приплюсовал еще погреб. Значит, я брал черенки, которые нарезал в декабре и прививал в апреле. Это значит, что эти 4-5 месяцев, они лежали вместе с этими. И ни хрена им не сделалось. Результаты я вам покажу, когда буду ходить по саду и показывать привитые черенки и сколько их. Вот. А разница между привитыми мной, хранящимися, здесь же, в одинаковых условиях. Разница только неделя в этом самом. И неделя почтовое расстояние за неделю. И случай отдельный. Месяц гуляла одна посылка, полтора месяца гуляла посылка черенками. И приходили письма, которые меня радовали, я тоже переживал. Пока мы заявления писали, пока они находились. И в это время, в это время, значит, нервы мотались. А потом оказывалось, ни черта им не случилось. Я про зимнюю пересылку. Кстати, насколько я знаю, вагоны неотапливаемые. Большая часть пути, они... А, наоборот, ребята, сколько мне говорили. Ой, замерзнут, ой, замерзнут. Зима же на улице минус 30, минус 40, а посылка едет неотапливаемых. Ой, замерзнут. Я говорил, ни одна не замерзла, а не замерзнет. Вот такие дела. Ну, а у нас, кажется, снег пошел. Или это одна снежинка. Так, ну, снег с дождем может быть. Не, я уже, надеюсь, обойдется, потому что я еще тут, на моем же канале, было письмо. А у вас, Валерий Константинович. Да, господи, это, у вас что, нет этих заморозков? Да каждый год заморозки. Я в этом году потерял огромное количество абрикосов, единство абрикосов к плоду. Знаете почему? Минус 9, набухли, набухли. Кое-где уже, это, раскрывались почки. Бах, минус 9. Вот, ужас какой-то. У меня будет урожай абрикосов, ну, посредственный. Вот, для вас хватит. Все равно, скажем, годами все меньше покупают. Ну, все, посмотрели. Вот, еще раз на небо посмотрели. Вспомним о вечном. И о том, что железов не болтун. И железов не предатель. Так что, это письмо останется на совести этого человека. Все, хотел на вебинаре рассказать про этот случай. А он касается не всех. Название будет. Неудачься привыкли. Кому надо, смотрите. Что-то в этом роде. Такой заголовок я придумал. До свидания, друзья. Жаль, жаль, что все это будет выброшено. Вот еще пол холодильника тут. И вот еще. Сотни ценнейших черенков, включая персики, черные абрикосы. Плоды академиков были бы вот такие. Но они окажутся в костре. Благодарю за внимание.